Добрый день, дорогие друзья! Снова с вами я, Саша, в нашем легендарном магазинчике iCases на Багратионовской уже. И мы сегодня будем записывать не просто обзор, а обзор на Apple Watch Ultra, опыт эксплуатации полгода. То есть я поделюсь с вами своим личным мнением про них, почему я их решил себе купить, почему, собственно, они мне понравились и сравню их с самым первым поколением часов от компании Apple. У меня не просто так первое поколение на правой руке, а на левой руке Apple Watch Ultra для того, чтобы просто вам показать, как изменились все часы на рубеже 8 лет. И, собственно, после первой серии у меня были и третья серия, и пятая, а потом уже я полностью отказался от Apple Watch, потому что они, собственно, после полгода носки всегда мне надоедали, и я задалбывался их заряжать. Мне просто никак не хотелось, собственно, перед сном встать их на зарядку, а просто проснувшись утром они лежали на подоконнике либо на столе полностью разряженными, и смысла их носить было нет. Самые долгоиграющие часы, как по своему долголетию, так и времени носки мои были именно первой серии. Это тот самый экран 42 миллиметра, уже практически раритет тому, что сейчас минимальная женская серия идет 41 миллиметр и 45 мужская, тогда как раньше было 42 это мужская, 38 миллиметров первая. Выпущены они были в 2015 году в апреле месяце, и к концу года уже насчитывалось более 4 миллионов пользователей часов. Это был самый быстро продаваемый носимый гаджет от компании Apple, и вообще как бы среди всех часов умных и браслет на том, это был самый быстропродаваемый носимые гаджеты на тот момент. И это был первый собственно аксессуар, первый устройство компании Apple, которое имело на себе OLED экран. Тогда еще не было iPhone X, они только появлялись в плане iPhone 6, iPhone 7, еще они поддерживают даже iPhone 5. И люди, которые собственно патриоты России, они покупали еще часы от компании Apple только из-за того, что здесь стоит сапфировое стекло. Это то стекло, которое производится в России. И собственно Россия до сих пор является поставщиком стекол для Apple Watch, поставщик номер один в мире, как раз для часов. Если сейчас мы собственно скажем, что мы поставлять стекла сапфировые не будем, то скорее всего у них с производством часов будет все плохо. И если вы заметите, многие говорят, ничего себе, они до сих пор еще работают. Да, вот 8 лет прошло, а аккумулятор до сих пор держит. Если раньше его хватало на сутки, то сейчас его хватает где-то часов на шесть. Но тем не менее, это оригинальный аккумулятор не менялся, это стальной корпус. И миланская петля именно в таком виде, они были презентованы на тот момент темным куком. Это тот ремешок, который пользовался большей популярностью до тех пор, пока их не стали клонировать китайцы. И собственно вместо стали начали использовать обычный алюминий. Если здесь миланская петля, она полностью выполнена из стали, из хирургической, то тот ремешок, который продается во всех магазинах китайских и стоит 1000 рублей. Вот, а где-то можно за 700, за 200 найти. Он выполнен из обычного алюминия. И разница там в цене только из-за того, что какой-то алюминий прям хрупкий, а какой-то чем дороже, тем он будет более долговечен для вас. И, собственно, я ничего не менял. И эти часы я до сих пор надеваю для того, чтобы просто показать, какое было на тот момент время. И вот, как видите, здесь постоянно гаснет экран. Если у нас на ультре always-one display, теперь все время недостаточно так опустить, изображение просто потускнеет, вот, и будет минимально разряжать батарейку ваших часов, то здесь он просто газ. За счет акселерометра и гироскопа, когда вы подносили экран вот так вот к лицу, он включался. То есть, когда вы шли по улице, было неудобно и некомфортно. Вот эти люди видели просто черный дисплей и думали, что у вас какое-то устройство, оно полностью не работающее. Что мне тогда нравилось в этих часах? Почему я тогда их купил? Потому что это первый носимый гаджет компании Apple. Я просто был обязан их купить. Плюс это был OLED-экран с полностью черным цветом. Тогда у нас смартфоны, айпады не имели насыщенный черный цвет. И вот тут прям казалось, что иконки, они как-то нанесены прямо на поверхность стекла, и это прям придавало такой эффект новизны. На тот момент это прям был прорыв. Что не нравилось? Не нравилась их тормознутость. Вот даже сейчас я начинаю крутить меню пальчиком и видно, что здесь он притормаживает. Тут нет 120 герц, тут даже меньше 60. Плюс здесь очень слабый процессор на тот момент, который был по характеристикам едва превышавший самый первый iPhone. Чуть был мощнее его. Но было удобно читать уведомления, было удобно мерить пульс. Правда, пульсом мы игрались буквально пару-тройку дней, а потом просто на него забивали. И я их использовал только как вот такое вот уведомление в смс-ках, в чатах. Тогда еще не было Telegram, был Skype. Приходили постоянно, значит, iMessage, WhatsApp и Skype. Все. И иногда просмотрел какие-то там фотографии в дороге. Можно также было управлять селфи. Например, вы ставили на селфи-полковом смартфон и на кнопочку нажимали, этот фотоаппарат. И типа фотографировали сами себя. Все. Больше полезности они никакой не приносили. И спустя где-то полгода, шесть месяцев носки, они ушли в шкаф на долгое время. Я их просто оставил для себя, чтобы вот просто показывать там детям, либо же клиентам, какие они были в самые первые числа. Вот 8 лет прошло. Я думал, пропущу несколько поколений. Надеюсь, они добавят что-то новое, полезное для меня. То, что мне будет нужно. Опять же, я ждал, когда увеличится батарейка. Я ждал, когда будет экран больше. Я ждал, когда какие-то появятся дополнительные плюшки, которые мне будут полезны. И вот только спустя 8 лет они появились в Ultra. И именно Ultra стало теми часами, которые я захотел купить. Хотя я даже возвращался к ним и в третью серию, в четвертую серию ненадолго. Буквально на пару месяцев потом их продал. И в пятую серию я возвращался после того, как компания Apple добавила туда функцию КГ. Она долго не работала в нашей стране. Там приходилось играться с настройками, с регионом, ставить регион американский. Потом компания это все заблокировала и ждала. Когда функция появилась в России, тогда я страдал от панических атак. Вот. И они здорово помогали тем, что мне приходилось, собственно, уведомление. Вот так вот ставишь и якобы там пишут, что у вас не мерцательные, а от меня с вами все в порядке. Может не переживать, они как-то это успокаивали и повышали общий настрой и продолжительность моей жизни без панических атак. Но, тем не менее, функция оказалась тоже бесполезна. Если у вас там пару-тройку месяцев нет мерцательной отмены, значит ее, в принципе, и нету. И часы, собственно, этому тоже уходили в ящик, потому что я просто задал бы их заряжать каждые сутки. И было неудобно. Я их тоже продал и решил ждать до тех пор, пока у нас в часах не появится и глюкометр, и они будут мерить давление. Те фишки, которые, в принципе, нужны, да, там, значит, глюкометр нужен диабетикам, а мне вот как гипертонику нужно обязательно мерить давление и быть в норме. Вот как раз сейчас часы от Huawei это умеют делать, а Apple Watch до сих пор нет. Хотя эта фишка революционная, могла бы спокойно это продавать. Итак, что нам компания Apple принесла за 8 лет? Она, во-первых, принесла нам удивительный экран. Это тот же самый OLED, но яркость у него 2000 нит. 2000 нит нам дают отличное яркое изображение на солнце. Тут, если на солнечное время дня смотреть, на часы мало чем можно увидеть. Несмотря на то, что здесь поистине потрясающее изображение, оно ничем не хуже, чем вот здесь. Это почти одинаковые экраны, но здесь яркость у нас 2000 нит, контрастность, а здесь у нас менее 1000. На солнечную погоду в этих часах можно спокойно читать уведомления. То есть, идя по улице, не доставая смартфон из кармана, спокойно. На таком большом экране, это 49 миллиметров, достаточно классно. Все просматривается, все видно. Но единственный минус, компания Apple убрала у нас русский язык из клавиатуры. То есть, полноценную клавиатуру нам добавили из 7 серии. Я надеюсь, что на таком экране будет отлично писать смс, не надиктовывать. Хотя речь, собственно, тот шаг за 8 лет, которую компания Apple сделала с диктовкой. Тут раньше была куча ошибок, непонятные фразы отправлялись. То здесь прям даже диктовать приятно человеку сообщение. Он полностью диктуешь, а он переводит текст и отправляешь. То здесь у нас 8 лет назад это все было с ошибками неудобно. И я вот с тех пор у меня появилась такая вот предвзятость к этой самой функции диктовки. И хотелось все-таки полноценную клавиатуру. Ее, к сожалению, здесь нет. Есть только английская клавиатура, а для россиян они сделали просто, оставили диктовку. Хотя в 7 серии она еще была. Видно, сейчас из-за санкций или еще чего-то они полностью отключили. И всякие лайфхаки, которые нам позволяли, как в 7 серии, активировать эту русскую клавиатуру, они здесь не работают. Клавиатура только одна, английская, а для россиян доступна диктовка. Клавиатура выглядит так, мелковатая, мелковатая, мелковатая. И вводить не так удобно, как это все было показано компанией Apple на презентациях. То есть она есть, но все равно тыкать пальцем это долго. Намного проще просто продиктовать. Вот сейчас мы продиктуем текст. Русский диктовка. И вот мы сейчас что-нибудь голосу скажем. И вот он, собственно, написал. И вот мы что-нибудь голосу скажем. Причем она сейчас распознает даже русский мат, знает все матерные слова на текущий момент. И видите, как она быстро все это дело преобразовывает в обычный текст. То есть я говорю, она прям моментально за счет машинного обучения распознает речь, любую речь. И красиво с хорошей грамотностью переводит в обычный текст. Это прям здорово. Я думал, что это все не работает. Сейчас оно прям улучшено, а за 8 лет разница видна. Что еще я для себя заметил? Какую разницу за эти 8 лет? То, что их не надо держать каждый день. Их хватает буквально на 2-3 суток в зависимости от их пользования, как вы будете с ними обращаться и что на них делать. Если вообще ничего не делать, просто носить как часы и получать уведомления и отвечать, их хватит на 3 суток. Если же вы будете активно им пользоваться, то хватает на 2 суток только так. При самом активном использовании, там и просмотр фотографий, и диктовка, и используя как компас, и нырять с ними. Кстати, если раньше у нас первая серия была защищена только от воды и брызг, то есть с ними можно было ходить под подножечку и погружаться до 1 метра в лужу, то здесь можно спокойно с ними погружаться на глубину до 100 метров. То есть они сделаны для активного образа жизни, хотя люди их покупают не для активного образа жизни, а просто покупают, потому что здесь хороший яркий дисплей, это он большой, то есть то, что мы хотели еще получить со времен вот этих вот обычной серии. И компания Apple как раз как ультра, значит, как iPhone Max, когда он только вышел с момента iPhone 6s, вот он большой экран появился, и люди до сих пор благодарят компанию, потому что она вот нам подарила такой вот большой замечательный экран, который дарит непревзойденные эмоции при эксплуатации с устройством, потому что у вас в разы вмещается больше текста, в разы больше вмещается приложение, больше информации вы получаете за счет этого большого пространства, которое есть перед вами. Можно с ними спокойно влечь спать, поставить будильник, и нежным, хорошим вибровызовом он вас разбудит, причем вибрация улучшилась незначительно, что расстроило то, что не сильно шагнул и звук часов, то есть тот звук, который здесь, он чуть лучше, чем здесь, несмотря на то, что вот этот динамик они вынесли сюда, и в полтора раза он, конечно, громче, но все равно мне его не хватает, иногда прям звук тихий. Здесь они добавили седьмой серии пульсоксиметр, он был актуален во времена ковида, сейчас я им воспользовался лишь один раз и забыл про него, потому что не актуально. Также здесь можно спокойно делать кардиограмму, компания его так называет, прислонили, ждете, это мы все видели еще в пятой серии, собственно, в шестой, седьмой и восьмой ничего не изменилось, хорошо помогает тем, кто мучается от панических атак, у тех, у кого постоянно есть аритмия, вот так вот просто взяли, помедитировали вместе с ними, успокоились, что все хорошо, вам ничего не угрожает, и пользуйтесь дальше. Вот как раз ЭКГ снял, и вот она карточку здоровья мне отправила уведомление, что ваши ЭКГ сняты, спокойно можете показать вашему кардиологу или прислать его по почте. Вот признаков отрицательной Redmi не обнаружено, все в порядке. Здесь вот они добавили кнопку, которую я использую как фонарик, просто включаю, экран, значит, включается на полную яркость, те самые 2000 нит, и в темном помещении спокойно можно, например, вы едете в поезде, часы у вас на руке, телефон где-то там, просто подсветить, найти кнопку для того, чтобы включить свет. Но яркости не хватает для нормального фонарика, как у вас в айфоне, когда вы используете вспышку, это не та самая вспышка, это просто экран на полную мощность, причем не хороший экран, а просто маленький, малюсенький экран для того, чтобы подсветить какую-то незначительную часть помещения. Вот, и, собственно, на эту кнопку я поставил только фонарик. Я не веду активный образ жизни, не бегаю, для бегунов это вообще как бы часы незаменимые, люди их используют уже как бы не Garmin, а вот эти вот, особенно когда занимаются, значит, для дайверов хорошо и для альпинистов, которые вот идут в поход, здесь полноценно, значит, используется компас со счет GPS, который показывает и высоту, и координаты, также здесь можно записать путь назад, то есть они вам полностью запишут, как вернуться назад по координатам, они полностью запишут именно маршрут из точки А в точку В и обратно. Спокойно для тех, кто идет в лес, можно взять эти часы и поставить точку, что, пожалуйста, запиши мой маршрут, и он прям полностью вас будет по компасу вводить обратно из этой вот как раз густого и насыщенного леса, это удобно. Также они добавили фишку для тех, кто попадает в ДТП, часы сами обнаружат, что машина перевернулась, и отправят уведомление на скорую помощь для того, чтобы вас экстренно забрали. В России это не актуально, это именно для Америки и, возможно, Европе. Из полезного больше ничего. Единственное, когда их, кстати, сообщают, когда вы идете по дороге, и, например, очень сильный поток машин, они меряют звук, и там типа звук более 90 дБ, пожалуйста, уйдите в нормальное место для того, чтобы не оглохнуть. То есть такая приятная фишка, которая измеряет шум, но не актуальная. И вот, например, еще есть для дайверов, чтобы измерить глубину, погрузите Apple Watch в воду. Тоже такое вот приятное приложение. Все, больше для себя я не нашел, температуру тела они больше меряют для тех, для женщины. И приятно то, что вот Always On Display. То есть всегда включенный экран, они хотя бы выглядят как настоящие часы. Поставить циферблат и ходить часами, это удобно. А так, это вся та же самая первая серия. То есть за 8 лет по факту добавилось, что увеличили экран, увеличили батарейку и немножко расширили функционал за счет полезных ништяков, такой как ваше здоровье. Уровень кислорода в крови, снятие ЭКГ по минимальным отведениям и измерение пульса, который у нас, собственно, был еще на первом поколении. А так вот, чтобы хотелось купить ради чего-то нового, ради чего-то полезного, то ради чего прям стоит бежать в магазин и покупать, такого нет. То есть если вы хотите перейти с Garmin или с каких-то других часов, конечно же, вы им, пожалуйста, подождите еще несколько лет. Несмотря на то, что Tim Cook по слухам носил часы или браслет, который измерял уровень сахара в крови еще 5 лет назад, мы про это читали в новостях, что вот скоро, через несколько лет компания Apple презентует и сделает революцию в носимых гаджетах и презентует полноценные устройства, которые будут измерять сахар в крови. Нет, до сих пор вот прошло уже с этих статей 4 года, ничего мы этого не получили. Возможно, может, через 2-3 года что-то это появится, и как раз там будет фишка, киллер-фишка, которая будет продавать эти часы. Пока что простимулировало продажи именно анонс и выпуск модели Ultra на рынок. То есть люди потихонечку переходят с 45 мм как раз на Ultra, почему покупают как бизнесмена, так и люди, которым полностью эти часы надоели. Вот надоел форм-фактор маленький, надоел алюминий, хотят премиальность подчеркнуть. Если раньше у нас стальные были, то сейчас стальные стоят дороже, чем титан. И еще понравился, кстати, ремешок. Среди всех ремней мне почему-то нравится этот оранжевый, потому что его удобно носить. Я не переживаю то, что часы отсюда вывалятся, потому что есть ремни, когда ты расстегиваешь, как вот здесь миланская петля, мне приходилось раньше держать. А, миланская петля тоже держит, но есть ремни, которые за стяжку расстегиваешь, он полностью вываливается. Вот эти два ремня спасают полностью от падения. Несмотря на то, что здесь сапфировый стекло стоит, который почти не подвержен царапинам, она очень хорошо выдерживает удары, корпус все равно царапается. И здесь за 8 лет у меня маленькая-маленькая микроскопическая царапинка. Тогда как я покупал обычные часы на алюминиевом корпусе, там как раз стоит горелый глаз. Стоит не сапфировый стекло, а горелый глаз стандартный, как у айфона. И вот там оно полностью подвержено царапинам. Любой скол, любой задир он приводит к печальным последствиям. То есть здесь вот они бились и задирал, ничего не происходит. То же самое на ультре. То же самое сапфир, оно не подвержено царапинам, оно очень прочное. И плюс оно здесь утоплено. Тогда как здесь у нас выпукло, и вот эта вот как раз часть, она очень часто билась. Здесь люди прямо шли об косяк дверной, бились, и вот как раз здесь скол попадал на стекло, и оно трескалось. А здесь они прямо из-за того, что это часы для Xtreme, они это все дело утопили внутрь. Молодцы. И плюс этот ремешок радует то, что спокойно можно подобрать на любой размер руки. И можно еще как раз для того, чтобы рука не потела, застежку чуть ослабить, и воздух будет проникать чуть лучше. И вот по нему будет вот так вот хорошо передвигаться по руке. И нравится то, что здесь у нас есть вот такая вот часть, а здесь вот она плоская. То есть они выглядят необычно, и за счет вот этого вот придают такого спортивного, необычного вида для подчеркивания вот этой внешности, изящности. Смотрится красиво, с учетом того, что здесь еще и оранжевая кнопка, вот я бы выбирался на оранжевые мешки, это прям бомба. Не люблю вот эту всякую классику, классика смотрится, конечно, не так хорошо, как вот эта тряпка. Что хотел еще добавить, стальные, вот первая серия весит больше, чем титан. Вот это прям легкие часы, а это вот они руку нагружали, и спустя к концу вечера у меня рука уже уставала. Плюс здесь вот эта вот сталь, она оставляла на себе след неприятный, и как раз я наслаждался уже вечером, что я наконец-то их снял. Но я привык с детства ходить без часов, и они все время как раз раздражали. То есть я не любил этот дискомфорт на руке, и как раз стальные часы, они прям сильно мешали мне в повседневной жизни. Я постоянно боялся их ударить, боялся, что я разобью, и боялся, что паду на деньги. Тем не менее, за счет стального корпуса и сапфирового стекла ничего с ним не произошло. И вот за ультру, когда я тоже их снимаю, все равно рука как-то расслабляется, но они намного комфортнее, несмотря на то, что они больше по размеру, они весят намного, ну не намного, а чуть меньше и легче, чем вот эти вот часы первой серии. И я молчу про то, что здесь процессор стоит, здесь у нас 32-битный стоял, здесь уже 64-бита, там два ядра. Они, конечно, в работе не сравнятся с самой первой серией, там, в стране даже 4, здесь очень все быстро, шустро, и достаточно классно их эксплуатировать. Но для эксплуатации они нужны только, вот говорю, что получать уведомления с разных чатов. Если вы хотите что-то большее, то не ждите. Эти часы, они до сих пор как раз для уведомлений с разных чатов. Фотографии вы побалуетесь фотографиями день, два, три, побалуетесь, значит, здоровьем пару дней и все. И забудете про них. Это часы для того, чтобы смотреть время и получать уведомления. На какой-нибудь важной встрече сидите, прочитали, можно надиктовать, можно поставить, что прочел, или ответить короткими сообщениями. Все. Больше они никакой пользы для вас несут. И не будут нести до тех пор, пока, собственно, не добавят полноценные гаджеты для здоровья. Когда они у нас будут мерять давление и уровень сахара в крови. Вот тогда можно будет каждому рекомендовать эти часы и покупать. А пока что вот я как раз похожу с ультрой и пропущу парочку-троечку поколений до новой серии, до новых, собственно, возможностей этих часов. Вот такой вот обзор. Это было мое мнение. Эта рубрика была на столе, сейчас она на ресепшене. Пишите, что вы думаете в комментариях, ставьте лайки. Всех люблю, целую. Жду вас в нашем фирменном магазине. Пока. 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 Пока.